Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Фил от канал Честный Блог, а это свежак от компании OnePlus. OnePlus 10T. Очень интересная новинка, которая выпущена на самом быстром, самом современном, самом куртом и, кстати, самым негорячем флагманском процессоре за последние, наверное, несколько лет. Это точно, это оптимизм Dragon 8 Plus Gen 1. И история у этого телефона немножко сложная, потому что OnePlus 10 Pro, который был представлен еще в январе 2022 года, у него не было обычной версии. То есть десятки просто не было. Десятку пропустили, а в итоге сейчас, в августе, выкатили 10T. То есть здесь крутой процессор, который точно работает лучше, чем Snapdragon 8 Gen 1, на котором как раз-таки десятка Pro, при этом в десятке лучше камеры. Там, например, есть трехкратное увеличение, а здесь нету. Плюс здесь стоит сенсор Sony 766 с оптической стабилизацией, но это сенсор, который также ставят в основном в среднебюджетные смартфоны. OnePlus 8, Nothing Phone, Xiaomi, Xiaomi 12X и так далее. В общем, не топовый сенсор. Также, кстати, этот сенсор стоит в новом Realme GT 2 Pro Master Explorer Edition. Я вам сегодня покажу сравнение с этим смартфоном, как 766-й сенсор работает с разными аппаратами. Поговорим с вами про производительность, потому что миллион баллов Antutu, это все-таки серьезно. Ну и ценник, честно говоря, у него тоже не сильно маленький. В общем, я пока все эти штуки перечисляю, вы подумайте, с каким смартфоном вы хотели бы увидеть сравнение, потому что я думаю сделать большое фото- и видеосравнение, с какими телефонами сравнить этот аппарат. OnePlus 10T, меня зовут Филд, канал Честный Блог. Погнали! Первое, друзья, что я хочу сказать. Если вы хотите приобрести этот смартфон, есть, по сути, два пути. Первый отправиться на Алиэкспресс и заказать его тысяч за 35-45 в разных магазинах по-разному. Ну, соответственно, денежки отправили, месяц ждете, все хорошо. Надеюсь, что все хорошо. Второй вариант, приобрести его прямо сейчас у моих друзей компании Цифрус. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. То есть Цифрус по всей России отправляет эти смартфоны. Стоит он там сейчас 40 тысяч рублей. Давайте еще раз подумаем. На Алиэкспрессе 35 в Цифрусе 40. Не надо вместе ждать. Пару дней подождали, с деком вам пришло. Так что, если вам интересно, я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Если, кстати, по этой ссылке перейдете, сделайте покупку, вам будет подарок, так что welcome. Вообще, смотрите, OnePlus 10T это глобальная версия другого смартфона, OnePlus Ace Pro. Ace Pro сделан на китайский рынок, 10T сделан на глобальный рынок. Опять же, на Алиэкспрессе можно найти такой вариант. OnePlus Ace Pro, но при этом с глобальной прошивкой. Но все-таки, если уж говорить про наши регионы, то, конечно же, лучше взять глобальную версию, переплатить там несколько тысяч рублей и иметь все-таки нормальную глобальную версию со всеми бендами и так далее. А еще, кстати, совсем недавно OnePlus 10 Pro флагман можно было купить также за 40 тысяч рублей и даже немножко поменьше. Тоже, кстати, на Алиэкспрессе. Так что OnePlus в этом году вообще очень классные цены дает. Я бы сказал, они так, в общем-то, вернулись к топу за свои деньги, тем более, что курс позволяет. Вообще, знаете, с первого взгляда у этого смартфона все хорошо. Во-первых, этот фирменный OnePlus-овский дизайн. Я надеюсь, что они будут продолжать в таком же ключе выпускать свои аппараты. Самый совершенный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Миллион баллов в Antutu даже больше. Плюс этот процессор не очень сильно нагревается. И с троттлингом у него тоже все неплохо. Но до того момента, как мы включаем производительный режим. Но об этом чуть позже. Здесь крутой экран, мало того, он без загибов. Я знаю, что вы любите экраны без загибов. Я люблю, когда по бокам загнут, как у флагманов. Вам нравится, когда без загибов. Вот здесь ровный экран. Сверху наклеена пленка. Fluid AMOLED 1 миллиард цветов, 120 Гц и HDR 10+. Все хорошо. А вот яркость, честно говоря, здесь не самая большая. 500 нет яркости в обычном режиме и 800. Адаптивно, когда вы попадаете под яркие солнечные лучи. Для сравнения, например, в основном все флагманы 2020 года выдают 1000, 1200. Кто-то полторы. iPhone, который представили, выдают 2000. Нет, здесь всего лишь 800. Я бы сказал так. 800 на самом деле и под солнцем тоже хорошо себя чувствует. Но это, конечно же, не полторы, не 2000. Но если быть честным, на самом деле, в 10 Pro яркости того меньше. Порядка 700-800 нит. Так что в целом здесь все хорошо. Первый, наверное, главный косяк этого смартфона. Он достаточно легко ломается. То есть, если вы будете держать этот телефон в заднем кармане джинс, то в какой-то момент вы можете сесть очень неудачно, и он сломается. Прямо сейчас вы видите, как это происходит. Да, к сожалению, руками он ломается. Причем сзади у нас очень необычное стекло с очень необычной текстурой. Спереди у нас корень горел глаз пятого поколения. А вот рамка, которая здесь есть, она не металлическая. Именно поэтому смартфону не хватает жесткости. Что еще важно сказать про этот экран? Он не умеет изменять частоту. То есть, здесь есть у нас 60 и 120. Здесь нет вот этой градации. Знаете, 90, 60, 24, там до 1 Гц. Нет, тут такого нет. А вот по памяти очень интересно. Если вы хотите жирнющую версию, то здесь она, знаете, какая? 16 на 256. Я, конечно, думаю, что было бы более правильно. 16 512. Но, в общем, у нас есть 8 128, 12 256, 16 256. Карточка памяти не работает. 2 SIM-карты использовать можно. Вообще, смартфон достаточно комфортно лежит в руке. С учетом того, что, в принципе, он не маленький. 6,7 дюймов диагональ. Но сзади у нас покатые грани. Поэтому в руке он лежит хорошо. И еще он не очень большой, не очень толстый. 8,8 миллиметров. Кстати, естественно, в комплекте у нас есть чехол. Обязательно его надевайте. Потому что, если вдруг вы разобьете этот AMOLED-экран, вам его надо будет из Китая доставлять. Это будет лишний геморрой стоимостью 1015 рублей. Плюс у нас здесь еще и сканер отпечатка пальцев встроен в сам экран. Он, конечно, находится немножко низко, зато работает очень быстро. И разблокировка по лицу тоже работает очень хорошо. А вот традиционного переключателя, который обычно OnePlus'ы использовали в своих дорогих моделях, здесь нет. Да, модель дорогая, безусловно. Считайте флагман. Но переключателей нет. Почему его не стало? И будет ли он, например, в 11 Pro? Честно говоря, ничего не понятно. Я не могу сказать, что я пользуюсь этим переключателем. Мало того, я бы даже так сказал. Бывает, ты его включишь, потом совершенно забываешь о том, что у тебя включен и смотришь на пропущенные вызовы. Но в целом, как фишечка, как вещь, которая есть только у него и у айфона, честно говоря, это странно, что они его убирают. А вот по зарядке здесь, конечно же, очень круто. Потому что здесь 160-ваттная зарядка. Смартфон принимает 150 ватт и заряжается примерно за 20 минут. У кого-то из блогеров заряжается за 18-19. В общем, это очень быстро. Причем OnePlus говорит, что такая быстрая зарядка не будет сильно уж насиловать аккумулятор. Ну, это мы с вами посмотрим через несколько лет. Пока вот эти все быстрые зарядки 100-100-ваттные и 150-ваттные, они только приходят к нам в этом 2022 году. Поэтому, что будет дальше, не очень понятно. Но интересно все-таки посмотреть, там, через годик-другой, как деградирует аккумулятор. Но в любом случае, мы никуда не можем деться от быстрых зарядок, которые есть. И они будут, в принципе, везде. Кроме как в Samsung и iPhone. Там классика. 25, 45 и так далее. Кстати, если вы очень сильно печетесь об аккумуляторе вашем, и если вы хотите его сберечь, здесь прямо в разделе батареи есть такая штука. Во-первых, умная быстрая зарядка. Она, грубо говоря, помогает своевременно правильно заряжать ваш смартфон. Ну, а также, если зайти в расширенные настройки, то здесь есть оптимизированная ночная зарядка. Это когда вы на ночь ставите ваш смартфон, а он уже через 20 минут зарядился. Так вот, опять же, чтобы быстрая зарядка не мучила ваш аккумулятор, здесь есть специальный ночной режим. Пользуйтесь им обязательно, если хотите, продлить срок службы вашего аккумулятора. И вот здесь, кстати, в настройках батареи есть очень важный пункт. Называется он режим высокопроизводительности. Тут, знаете, какая интересная штука, с которой я, честно говоря, не ожидал, что столкнусь, потому что только в режиме высокой производительности этот смартфон набирает миллион баллов Antutu. Если до этого я пользовался другими телефонами, типа Realme GT 2 Pro Master Explorer Edition, пользовался Red Magic 7 и так далее, там тоже свыше миллиона баллов Antutu, но это все было в обычных режимах. Не нужно было запускать суперпроизводительность. А здесь нужен именно этот режим. Именно в нем смартфон выдает 1 миллион 16 тысяч баллов Antutu, нагрев очень приятный, 31 градус. Во время игр, кстати, смартфон нагревается поприличнее, 38-39 градусов. Во время прохождения троттлинг-теста он тоже достаточно сильно нагревается. Но здесь важный момент. Именно в режиме высокопроизводительности при прохождении троттлинг-теста у нас происходит достаточно сильное падение. Смотрите, уже примерно через 5 минут, а у меня здесь 100 потоков 20 минут, падение производительности процентов на 30. То есть, если максимально мы получаем 419 тысяч гипс, то минимально 293. В среднем так получается 336 тысяч. И вы задаете логичный вопрос, а как тогда смартфон работает в режиме обычной производительности? Я вам скажу, 864 тысячи, 31 градус нагрева, минус 4% аккумулятора. Это вполне себе хорошие результаты. Но это результаты, знаете, как на OnePlus'е AC, например. Там она стоит Mediatek. И вот в этом режиме у нас получается минус 150 тысяч баллов Antutu, но при этом с троттлингом все хорошо. Я бы сказал так, вообще режим высокопроизводительности, он совершенно глобально не нужен. Выдавать миллион баллов Antutu прикольно только ради скриншота, больше ничего. По обычной жизни 800 тысяч баллов Antutu хватает за глаза, и для игр, и для всего остального. Но что на самом деле очень важно? Важно, что Realme GT 2 Pro Master Explorer Edition не имел такого троттлинга. Важно, что Red Magic не имел такого троттлинга. А OnePlus имеет такой троттлинг. И с чем это связано, я не могу сказать, но мы должны это принять как факт. Возможно, с обновлениями что-то изменится, но слишком уж сильный троттлинг, чтобы рассчитывать на какой-то хороший прирост. Поэтому в целом, если вы хотите себе лошадку рабочую, которая будет выдавать миллион баллов Antutu, и если вы думаете между Realme GT 2 Pro Master Explorer Edition, он, кстати, только пока на китайский рынок идет. При этом там есть русский язык и все остальное, и по большому счету он максимально адаптирован для России. И вроде как говорят, что будет глобальная версия, но в любом случае, Realme работает пошустрее, а камеры у них на самом деле одинаковые. AIMX 766. Но мы с вами сегодня посмотрим еще, насколько на самом деле они одинаковые, как они фотографируют, как снимают видео. Это будет чуть попозже. Но сама система, безусловно, летает очень быстро. Ты только коснулся экрана, уже у тебя запустилось приложение, уже у тебя что-то произошло. Очень быстро, все очень плавно, никаких фризов, ничего. Самсунгу надо поучиться. Я надеюсь, что Самсунги сейчас, готовя свой новый One UI 5.0, переманили ребят из Realme и из OnePlus и немножечко оптимизировали свою систему, чтобы она работала без лагов. Ну, хотя бы на Galaxy S22 Ultra, хотя бы на Snapdragon. Хотя я совсем недавно рассказывал про Fold 4, в котором как раз-таки стоит плюс-версия, и там я вообще никаких фризов не заметил. Fold 4 выдает более миллиона баллов Antutu, Fold 4, ну, особенно не нагревается и работает в целом вот так, как надо. Поэтому это самый плавный Самсунг, которым я когда-либо пользовался. Вот здесь оставляю ссылку, переходите, посмотрите мой обзор. Там, кстати, сравнение с Galaxy S22 Ultra по фото возможностями, что самое интересное, они максимально близки. Виброотклик здесь все в порядке. Может быть, он чуть-чуть проигрывает топовому OnePlus 10 Pro, но в целом мне очень сильно нравится. Он не такой все-таки бюджетный, как на OnePlus Ace, где тоже есть виброотклик, такой типа Taptic Engine, но он такой, не такой глубокий. Вообще, друзья, знаете, что можно очень легко сделать? Можно сделать сравнение. Например, OnePlus 10 Pro, можно взять OnePlus 9 RT, можно взять OnePlus Ace, можно взять Realme GT 2 Pro Master Explorer Edition, сравнить в плане фото и видео. Если вам интересно такое видео, обязательно напишите об этом в комментариях, потому что надо знать, какой из OnePlus сейчас является самым актуальным и самым как бы топовым по соотношению цена-качество, согласитесь. В плане звучания вот что я вам скажу. Здесь стоят стереодинамики, они работают, как у большинства почти флагманских смартфонов, таким образом, что внизу у нас более громкий динамик, а вот здесь, где у нас разговорный, более тихий динамик. Поэтому у нас стерео такое получается немножко неравномерное. Когда мы вот так смотрим на телефон, у нас снизу идет такой небольшой перекос. Поэтому в целом, на самом деле, ну, с точки зрения флагмана, это как будто бы странно. То есть, такого по большому счету не должно быть. Ну, грубо говоря, iPhone, наверное, не допустил бы такого, что у него стерео с разных сторон немножечко перекашивается. У Samsung, кстати, тоже такого нет. Но вот китайцы себе позволяют такие штуки. Я в очередной раз, знаете, пользуясь одновременно Realme и OnePlus, поймал себя на мысли, что, блин, как же жалко, что на самом деле внутри операционной системы выглядит одинаково. Интерфейс камер выглядит одинаково. Это же все-таки разные смартфоны и разные направления. Поэтому мне кажется, что у OnePlus, конечно же, должна быть какая-то своя оболочка, да. Несмотря на то, что у нас здесь стоит Oxygen S, все выглядит ровно так же, как и на OnePlus. Все те же самые иконки, интерфейс камер ровно такой же. Скучно, скучно, товарищи. Компания BBK, это большая компания. Нафиг вы вообще сделали так, что у вас два смартфона внутри так сильно похожи? Сделайте немножко по-разному. Сделайте немножко анимации по-разному. Сделайте немножко графику по-разному, иконки немножко по-разному. Но зачем вот эта унификация? Мне кажется, что она совершенно не нужна. И хочется, когда ты приобретаешь новый смартфон, получить новые эмоции. А какие будут новые эмоции, это как в айфоне. Ты покупаешь новый смартфон, а иконки старые. Вот мне кажется, это не очень круто. Было бы здорово, если бы OnePlus и Realme все-таки немножко разошлись в плане внутреннего дизайна. Я уж молчу, что вот этот Realme GT 2 Pro Master Explorer Edition выглядит совершенно так же, как у OnePlus Ace. Особенно, если говорить про блок-камер. Ну, собственно, давайте теперь про блок-камер и поговорим. Значит, у нас здесь стоит сенсор от компании Sony AMX 766. Как я уже говорил, я вам сегодня хочу показать небольшое сравнение вместе с Realme GT 2 Pro Master Explorer Edition, где такой же сенсор стоит, а также OnePlus Ace. OnePlus Ace стоит в два раза дешевле, Realme GT 2 Pro стоит примерно столько же, 40 там с лишним тысяч рублей. Поэтому я хочу вам сейчас показать небольшое сравнение фото и видео возможностей этих телефонов. Значит, что в основном я могу сказать? Во-первых, давайте начнем с видео, потому что здесь я получаю 4K 60 кадров в секунду, а, например, OnePlus Ace, который стоит как раз-таки 22 тысячи, он неумесимо 4K 60 кадров в секунду, он умеет снимать только 4K 30 кадров в секунду. И несмотря на то, что там есть оптическая стабилизация, но как будто бы она на самом деле отключается, когда мы снимаем 4K 30 кадров в секунду. Прямо сейчас вы видите, насколько на самом деле OnePlus Ace трясется по отношению к X Pro и Realme GT. То есть компания, я думаю, намеренно разграничивает эти смартфоны, типа, если за 20 тысяч рублей у тебя 4K будет трястись, а если у тебя смартфон за 40 тысяч рублей, то у тебя будет все плавненько. Что касается сравнения Realme и OnePlus, мне кажется, что OnePlus делает картиночку поинтереснее и динамический диапазон на самом деле у него пошире, с учетом того, что у них стоит один и тот же сенсор компании Sony. Ну, а если мы включаем Full HD 30 кадров в секунду, то здесь уже стабилизация работает у всех хорошо, и я бы даже не смог бы как-то сильно кого-то выделить, но в любом случае, мне кажется, что у OnePlus 10T более широкие динамические диапазоны, когда мы смотрим на какие-то яркие объекты, типа, солнца в тучах, то OnePlus отрабатывает лучше. Если говорить про фотосравнение, то здесь картиночки более ближе, и уже надо более детально разбираться между этими смартфонами, но, что самое интересное, мы, по сути-то, получаем уже картинку, которая прям действительно близка. То есть, грубо говоря, ты покупаешь смартфон за 20 тысяч рублей, или, грубо говоря, ты покупаешь смартфон за 40 тысяч рублей, уже, типа, нету разницы в два раза. Она есть и очень небольшая. Поэтому, если вам интересно, на самом деле, более глубокое сравнение этих телефонов, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я с удовольствием сделаю видео, как раз мы посмотрим, на что способен OnePlus. Кстати, примерно полгода назад я делал очень интересное видео, другого такого на YouTube нету, так что можно смело поставить мне лайк за старание. OnePlus 10 Pro против OnePlus 9 RT, против OnePlus 9 Pro, против OnePlus Nord 2. Я взял все самые прикольные OnePlus, которые были у меня, и запилил фото и видеосравнение. И там как раз таки понятно, в чем же разница между дорогим OnePlus и недорогим. Я оставляю ссылочку, если вдруг это видео пропустили, переходите, посмотрите. В целом, я бы сказал так, на некоторых YouTube-каналах люди были не очень довольны камерой OnePlus 10T. На самом деле, неплохо. У меня особо претензий к Sony IMX 766, как будто бы и нет. Я на самом деле просто хотел бы здесь еще, например, иметь телевичок, вот чтобы я делал хорошие портреты и фотографии. Пускай это не какой-то мощный телевичок, пускай это просто увеличение в два раза, но это не та макро-заглушка, которая здесь есть на 2 мегапикселя, которая нафиг никому не нужна. То есть у нас есть ширик, у нас есть основная камера и телевичок. Вот было бы круто иметь его здесь, и тогда вопросов к камере бы не было вообще, наверное, никаких. В целом, друзья, что я могу сказать? OnePlus 10T очень интересный и прикольный смартфон. Он выглядит хорошо, он выглядит уникально. Собственно, как и вся серия OnePlus 2022 года топовая. У него очень крутая производительность, у него супербыстрая зарядка, у него нормальные камеры, у него нету влагозащиты, у него нету беспроводной зарядки. Но, собственно, это, как у всех, почти флагманских смартфонов. Ну, кроме Samsung, у них уже с Galaxy A52 начинается влагозащита. Главными минусами этого телефона я бы назвал троттлинг, который появляется в режиме высокопроизводительности, потому что у конкурентов его нету. Также я, честно говоря, хотел бы иметь здесь телевичок. Прямо вот очень хочется. Ну, а вообще, если вы любите бренд OnePlus, если вам нужен крутой телефон за 40 тысяч рублей, который работает очень быстро и классно, OnePlus 10T это один из вариантов. Один из вариантов. Как я уже говорил, в 2022 году было выпущено много хороших телефонов, поэтому смело можете посмотреть и на другие модели, от Realme и так далее. И, конечно же, мы не забываем OnePlus 10 Pro. Я вообще для себя бы, конечно же, выбрал его. Он немножко более слабый по процессору, зато поинтереснее по камере. Так как процессора мне хватает за глаза, а вот камеры, телевичка мне и хватает. Поэтому я лично сам для себя выбрал бы OnePlus 10 Pro. Собственно, вот такая история, друзья. Что вы думаете по поводу этого телефона? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Очень интересно узнать ваше мнение. Ну и вообще, пользовались ли вы OnePlus'ами? И какой у вас больше всего оставил след на сердце? На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели. Меня зовут Фил, это честный блог. С чем нужно сделать сравнение OnePlus 10T, напишите в комментариях. А я вас отпускаю. Не болейте, берите себя и своих близких. Счастливые. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok